Здравствуйте! И впереди нас ждут обычные по своей продолжительности и праздничные по своему настроению выходные. Никаких переносов в этом году нет, а значит нас ждут только суббота и воскресенье для того, чтобы получить заряд хорошего настроения и позитива на всю следующую неделю. Давайте посмотрим на афиши выходного дня. Она полна спортивными мероприятиями, с них и начнем. Всю неделю на стадионе «Спартак» проходят соревнования по боксу. Завершатся они в 12.00 в субботу самыми зрелищными финальными боями. Еще одно интересное спортивное мероприятие будет проходить в Лофт Фитнесе. Там будут состязания по народному жиму. Это соревнования для силачей. А в спортивном комплексе на генерала Хлебникова проходят соревнования по карате. Еще одно спортивное мероприятие будет проходить на проспекте строителей в Тире ДСААФ. Это будут состязания по пулевой стрельбе. Они стартуют в 11.00. Еще одно мероприятие будет на стадионе «Спартак». Там сразятся специалисты по конькобежному спорту. Это ветераны. Начало в 11.00. Повестка дня очень насыщенная. Но если вы правильно составите свой маршрут, то везде успеете. Отрывные вечеринки ждут гостей нового улетного квиза. Первая игра состоялась в минувшие выходные. А теперь собираться с друзьями и покорять задания на логику и знания можно будет регулярно по воскресеньям. Улетный квиз – это командная интеллектуально-развлекательная игра интересного формата. Вопросы из разных сфер нашей жизни. Музыка, кино, история, география, биология, политика, спорт и многое-многое другое. Интересно будет всем. Об этом позаботились организаторы. В их планах проводить тематические вечеринки. Запись на такую 24 февраля уже открыта в группе улетного квиза ВКонтакте. Крис подает всем задания простые, на логику, можно для любой догадаться. Мы ориентированы на любой возраст. Дети с детьми приходили, даже детям были подарки. Мы специально приготовили. Все были очень интересованы, все остались довольны. Отличие от других мероприятий – это количество подарков и призов. Мы старательно подбираем наших партнеров для проведения всех мероприятий. И именно поэтому мы хотим сделать эти мероприятия самыми запоминающимися, самыми яркими. И которые бы оставили не только эмоциональный след в душе участников, но и какие-то приятные сувениры и призы на будущее для детей и взрослых. Кажется, я нашел дни. Тут так темно. Слышишь? Чей-то шепот. Тут кто-то есть. Бежим на свет. Черт! Это ловушка! Готов сыграть в прятки в темноте? Тебя ждут бесконечные лабиринты, потайные комнаты и множество ловушек. Абсолютно новый, сногсшибательный формат развлечений. Экшен-игра «Прятки в темноте». Две команды – горожане и призраки. Одна прячется, вторая преследует. Сможешь ли ты остаться незамеченным? Если ты хочешь отметить безумный день рождения, провести захватывающий экшн-корпоратив, испытать драйв и получить шквал новых эмоций, собирай команду, заходи на сайт страшно-темно.рф и бронируй свою игру. И дальше, когда ты уже осваиваешься в темноте, глаз привыкает, руки тоже, тело тоже. Конечно, какие-то невероятные ощущения. Тут и страх, что тебя сейчас найдут, и какая-то эйфория такая тебя одолевает, что «Ой, класс, я вот сейчас спрячусь, я найду такое место, что меня никто не найдет». Вообще, мне кажется, я могу издать уже книгу «Тысяча и один способ, как спрятаться так, чтобы тебя никто не нашел». Вот, могу раскрыть пару секретов. В субботу в парке Степаново будет интересное мероприятие, праздник для многодетных семей, семейный десант. Участвовать могут семьи, в которых больше пяти человек. Обязательные условия, чтобы детям было старше шести лет. Многодетные мероприятия всегда очень интересные. Будут массовые старты, конкурсы, также подарки и призы, и будут угощать солдатской кашей. Обязательно приходите и посмотрите. Начало в 13.00 в парке Степаново. Главное событие этой весны – бои смешанного стиля. Впервые женская битва, сражение супертяжеловесов. 1 марта – арена цирка. Турнир организации «Прайм ММА». Впереди большая история. Билеты в кассах, Иваново концерт. Мы дали нашим спортсменам все, что не было у нас. У них есть возможность проявить себя. Они могут заниматься с самого детства и выйти на высокий уровень у нас в регионе. Не пропустите это зрелище и поддержите наших ребят. Приглашаем всех 23 февраля в Горноложен комплекс «Миловка». У нас состоится сноуборд-контест «Миловка Батл». Приглашаем всех райдеров, все, кто любит эти активные виды спорта, сноубординг. Именно будет две дисциплины – джибинг и фристайл на Биг Эйре. Также для всех мужчин у нас будут различные активности, поэтому приезжайте отметить День защитника весело, активно и с пользой. Любители рыбалки, спорта настоящих мужчин приглашают организатора фестиваля «Пучешская рыбалка». Она будет проходить 23 числа. Также в этот же день на уже Фурмановском районе будет еще одно мероприятие, так или иначе связанное с водой. Это будут соревнования морозка для любителей зимнего плавания. В ледяную воду окунутся не только мужчины и женщины, но и дети. Это будет очень экстремально и ярко, если вы ни разу этого не видели, обязательно сходите и посмотрите. Такое зрелище вы точно не забудете. А в Родниковском районе будут проходить соревнования по мотокроссу. Это будет очередной этап первенства России. Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, лучше всего в выходные отправиться на выставку собак. Она будет проходить на улице Тимирязева в здании бывшей фабрики Дзержинского. Ну и, конечно, никуда без культурных мероприятий. В выходные завершаются фестивальные мероприятия рок-февраля. Фестиваль шел в течение месяца, было множество участников и ярких выступлений. Тех, кто не сходил на отборочный, им нечего расстраиваться. Лучше всего прийти на гала-концерт и увидеть все самое лучшее. Еще одно интересное мероприятие запланировано в Центре культуры отдыха в воскресенье. В 14.00 там проходит конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Вот и все, о чем мы успели вам рассказать. Я надеюсь, ваши выходные будут насыщенные. С праздником!